Всем привет! Вы на канале правильный выбор. В этом обзоре речь пойдет про холодильник Бирюса 70 М70. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Чтобы не пропустить выход нового видео, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, а чтобы поддержать канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Холодильник Бирюса 70 – это удобный и компактный однокамерный агрегат с одной дверью. Он весит 14,4 кг, поэтому его без проблем можно брать с собой на дачу в летний сезон. Дверцы можно снимать и навешивать заново, без лишних усилий. Холодильник – оптимальное решение для выезда на отдых. В комплектацию каждого холодильника входит комплект эксплуатационной документации. Руководство по эксплуатации, гарантийная карта, адреса сервисных центров, этикетка энергоэффективности. Камера объемом 66 литров оснащена двумя полками. Столько же полок на двери – это дает возможность охлаждать продукты и напитки в нужном количестве. Прочный и надежный агрегат работает тихо, а уровень шума составляет всего 42 дБ. Холодильник управляется электромеханическим способом. Температурный режим в холодильнике устанавливается поворотом ручки терморегулятора и поддерживается автоматически. При повороте по часовой стрелке температура в холодильнике понижается, а при повороте в противоположную сторону температура повышается. В условиях высокой температуры окружающей среды может потребоваться установить терморегулятор в положении максимального холода. В этом режиме компрессор может непрерывно работать продолжительное время. Размораживание холодильника в Бирюса-70 производится потребителем вручную. При нарастании снежного покрова на внутренних поверхностях холодильника толщиной более 5 мм рекомендуется провести размораживание и уборку холодильника. В процессе работы холодильника могут быть слышны щелчки срабатывания датчика реле температуры, журчание хладагента, циркулирующего по трубкам холодильной системы, легкие потрескивания при температурных деформациях материалов. Данные звуки не связаны с каким-либо дефектом и носят функциональный характер. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Нет подсветки. Рядом с камерой продукты подмерзают. Нагреваются боковые стенки. Неремонтопригодность. Совсем маленькая морозилка. Теперь перейдем к положительным. Очень тихий, не шумит практически. Маленький снаружи, вместительный внутри. Морозит, охлаждает. Компактный холодильник. Для офиса самое то. Удобен в использовании. Аккуратно изготовлен. Очень легкий. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Не забудьте поделиться мнением в комментариях и поставить лайк. До скорой встречи на канале правильный выбор. До скорой встречи на канале правильный выбор.